4 июля, 2 часа дня. В Центральном Риотовском парке толпа народа. Часть территории словно оцеплена. На деревьях красно-белая оградительная лента. Из разных уголков то и дело доносится бомба. Там бомба. Но не волнуйтесь, город никто не минировал. Это даже не учение, а обычный квест, который подростково-молодежный центр устроил для ребят из летнего трудового лагеря. За считанные часы трудотрядовцам предстоит пройти 7 различных испытаний. Один из самых сложных этапов квеста – бомба. Здесь участники должны обнаружить взрывное устройство и при этом продемонстрировать слаженность всей команды. Найти бомбу нужно по едва слышному звуку. Командой руководит десятиклассник Артем Петрухин. Действует сплоченно и четко. В трудовом лагере Артем уже не первое лето. Говорит, в этом году стало намного интереснее проводить свободное после работы время. Первое задание его команда выполняет достойно. Мы должны были найти бомбу, которая была замаскирована под корягой. Это было довольно-таки сложно, так как звуков почти не было слышно. Но мы все-таки постарались и мы сделали. Мы прошли первый этап. Бомба обезврежена, двигаемся дальше. Теперь уже с командой Анастасии Карпуниной. Для восьмиклассницы Насти здесь все в новинку. Этим летом она впервые в трудовом лагере. Старается ни в чем не отставать от своих бывалых товарищей. До 12 работаем, потом идем в кафе, кушаем. И потом у нас всякие идут развлечения, квесты, игры на природе. На столике в парке команда девушки находит кипу пакетов. Ребята не понимают, что с ними делать. Приходится брать подсказку. Станция называется «Вторая жизнь пакетом». Вторая жизнь любым вещам. После наводки с заданием справляются быстро. Цветок из пакетов готов. Времени до окончания квеста все меньше. А впереди еще несколько этапов. Двигаемся дальше. Зеленые – это значит бутылки. Нет? Так, бумага – это синяя, да? Все задания на экологическую тему по школьной программе. И это не случайно. 2017-й объявлен России годом экологии. За каждый пройденный этап ребята получают необычные оценки. После выполнения заданий ребятам даются вот такие шишечки. Каждая шишечка обозначает какое-то количество баллов. Но ребята об этом не знают. Когда они пройдут все этапы, подведутся итоги. В итоге побеждает команда Анастасии Карпуниной. Говорят, новичкам везет. А вот Артем, к сожалению, оказался в аутсайдерах. Но у ребят еще будет шанс не раз поквитаться. Квесты, различные конкурсы, викторины в трудовом лагере будут проходить регулярно до конца месяца.